Дайджест событий за прошедшую неделю от Мастер Спорта. Лига чемпионов. Реал и Манчестер Сити отложили разборку на второй матч. Интер обыгрывает Милан и на 99% вышел в финал. Бокс. Сборная Казахстана заняла второе место в общекомандном зачете чемпионата мира в Ташкенте, завоевав 4 золотые и 1 серебряную медаль. Чемпионами мира стали Санжар Ташкенбай, Махмуд Сабархан, Асламбек Шембергенов и Нурбек Оралбай. Вице-чемпионом мира стал Дулат Бигбауф. Выиграла общекомандный зачет сборная Узбекистана. 5 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые медали. На третьем месте российская команда. 2 золота и 4 бронзы. Ла Лига. Барса громит Испаниол и становится чемпионом Испании. Фейнорт. Чемпион Нидерландов в сезоне 22-23. Впервые за 6 лет. Казахстан вырвал победу по булитам у сборной Норвегии в первом матче на чемпионате мира по хоккею. Казахстанец Женебек Алимханулы успешно провел вторую защиту пояса чемпиона мира в среднем весе по версии WBO. Казахский стиль единогласным решением судей победил канадца Стивена Батлера. Барселона объявила об уходе Бускетса. Форвард Лейкерс Леброн Джеймс стал рекордсменом плей-офф НБА по реализованным двухочковым броскам. Леонель Месси получил премию лучшему спортсмену 2022 года по версии Мировой спортивной академии. Квинси Промес стал рекордсменом РПЛ по количеству голов среди легионеров. Промес побил рекорд Вагнера Лавы и Сердара Азмуна – 86 голов. Казахстанец Ян Вороговский стал чемпионом первой лиги Бельгии и в следующем сезоне сыграет высшей лиги. Его Маленбек обыграл молодежку Андерлехте и официально оформил выход в пролигу. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Мастер Спорт и будьте в курсе всех спортивных событий. Будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok